8 марта в танках онлайн. Сколько будет длиться праздник, какие будут скидки, какая будет карта, на которой повышенные голды, или же будут они все падать во всех матчмейкингах, битвах, узнаем в этом видеоролике. Всем привет дорогие друзья, с вами Багатрифтуа и сегодня я расскажу вам анонс праздника 8 марта в танках онлайн на 2020 год. А перед началом хотел бы поздравить всех девушек, девочек, женщин, вообще всех людей женского пола с наступающим 8 марта. Ну и давайте начнем. Как вы уже знаете, танк онлайн 8 марта не исключение, она празднуется каждый год и в 2020 конечно же тоже будет праздноваться. Поэтому в сегодняшнем видеоролике я предоставлю почти полную информацию, что будет вообще на этот праздник. Также расскажу как можно вообще брать голды здесь на всех корпусах, ну лучшие советы, ну в общем-то думаю вам понравится. Ну короче ребят, будет он длиться 4 дня, это пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Кстати первый раз делали, на 23 не делали. А и в общем-то в субботу, воскресенье вас ожидают как раз таки эти повышенные голды, мне кажется все ради этого только сюда и зашли посмотреть какая будет карта. Вот как вы можете заметить, я играю на карте колхоз, да это карта колхоз, я даже сам что-то сначала когда зашел не узнал ее вообще, ну забыл уже давно вообще не играл. Ну я думаю не знаю почему они делали им их колхоз, но карта довольно-таки неплохая скажу вам, но она слишком какая-то вот так длинная, поэтому если вас зарезают в одном углу, вы не успеете просто доехать до другого. Также я знаю здесь голды вообще падают, вот здесь например где-то там сзади на рельсах, ну короче это позже разберем. Также вас ожидает x2 фонда во всех матчмейкерных битвах, в том числе и колхоз, то есть вот это дм, кстати забыл сказать, так же будет дм, джиггернаута не будет. И кстати это возможно что сделают с новобранца, но мне кажется вряд ли, потому что они как бы хотят чтобы люди, то есть читеры не успевали заходить сразу в аккаунт создавали, типа все раз зашел читерит и все такое. А чтобы они докачались до сержанта сначала, потом только уже смогли заходить на эту карту, поэтому думаю я то, что доступ к этой карте будет только с сержанта, но это только лишь мои предположения, возможность с новобранца сделать. Далее у нас будут конечно же скидки, это 30%, как и на 23 февраля, 14 февраля, тоже такие же были, 30% на гараж магазин и 50% на ускорение, то есть улучшение 30 и ускорение 50. Также будут какие-то особые миссии, я даже не читал их практически, но там призы, конечно же какие-то один контейнер, 50 батареек, я уже что-то прочел. Одно из заданий там, точнее миссий, вроде было сбросить 8 золотых ящиков в мм карте любой и дадут 50 батареек, я что-то как-то почитал, дальше уже даже скучно было. Ну ладно, я это не буду сегодня рассказывать. Также в магазине будут добавлены коин-боксы, из которых максимальный приз может выпасть, это 100 тысяч танкойнов. Ну думаю, рассказал уже все про вот это, то что будет праздноваться, голды конечно же здесь будут повышены, как и обычно на все праздники. Кстати, они сделали вообще одинаковые икс голды, они вообще не знают, просто говорят огромный и все. Это у них такая информация теперь скрытная, не знаю почему они так сделали. В принципе давайте начнем, я расскажу вам как лучше всего ловить данные золотые ящички на вот этой карте колхоз. Как вы можете сразу заметить, вот просто, сами вот посмотрите, тут очень-очень много подъемов, всяких вот таких штуковин, откуда можно спрыгивать, подпрыгивать, ну, понимаете, да, это на что я намекаю. То есть можно вообще играть на любом корпусе, получается, но лучше всего на васпике, чтобы успевать доезжать вообще. Потому что если вы будете стоять сразу около, прям, например, вот стоите вот так вот около подъема, типа ждете, когда упадет голд и спрыгиваете. Но на васпике можно пока спрятаться временно, чтобы вас вообще никто не видел, там, за домик заехать куда-нибудь, потом раз, резко выехать и просто спрыгнуть. Либо же то же самое, только уже напрыгнуть сверху вот с подъема. Ну там без разницы, так же голды будут падать, возможно, голды будут падать в таких задних, на заднем, как вам сказать, даже не знаю, лучше. Ну то есть в конце карты, где это будет падать, я, например, знаю, сзади дома там тоже падают голды и на рельсах. Но я пока что не знаю, возможно, они изменили эти точки, узнаем, в общем-то, в субботу. И так же хотел сказать, то что здесь на этой карте всего 18 дочек, то есть 18 зон выпадения голдов. Вы можете подумать, это вроде бы не много и не мало. Ну, если честно, это как бы нормально. 18, например, вот здесь сзади одна, там с другой стороны одна, уже 16, потом здесь где-то в центре одна, потом, ну, где-то в центре еще 5 штук, еще по краям по 2 там. Ну, и в принципе, выходит как раз таки то, что в центре большинство падают. Я надеюсь, резко будет нормально, не как-нибудь там в конце карты, а просто сразу сюда примерно в центр. Также на васпе очень хорошо, когда у вас есть бомба, потому что если люди, вот толпа стоит, просто ждут, когда голд падет, и они будут спрыгать, либо же подниматься. Ну, вам просто стоит поставить бомбу и как бы потом уже поехать на голд, потому что так это людей просто затронет, и они сразу, типа, испугают, сразу начнут либо прыгать, либо что-то еще, либо просто стоять, их убьют. Ну, и вы спрыгнете, просто заберете. Так же можно сделать и на любом корпусе, ну, на хантре, например, вот тоже всех заступить, спрыгнуть, но это уже далее. Ну, в принципе, давайте перейдем к хорнету. Хорнет, он один из таких средних корпусов, и, в принципе, там он такой же, как и васп, но у них же оверки, типа, отличаются. Поэтому скажу вам такой совет. Смотрите, он же, как бы, включает оверку, так же дополнительный урон у него наносится, ну, то есть, улучшенный. Так же он у всех витит, но это уже практически чуть-чуть не полезно тут данная функция. Главное, что здесь он увеличит урон, и, получается, вы возьмете какой-нибудь, например, магнум, просто вот, смотрите, толпа стоит, вы как-нибудь там берете их и нафиг ливаете с оверкой и ддшкой, там еще бустер, например, вот так вот. Ну, это уже вы сами придумать должны, типа, уже просто максимальный, как можно больше урона наносить нужно, и тупо потом съезжаете. Ну, я, конечно же, на харьке не буду, больно так играть, даже, возможно, не попробую вообще. Далее у нас идет, конечно же, корпус викинг, ну, я бы на викинге вам бы посоветовал, конечно же, дождаться оверки, ну, а так, если вы умеете вообще играть на викинге, он, потому что самый такой маленький корпус, низкий, и на нем, ну, шанс, то, что вы понимаете, год, конечно же, мне кажется, самый низкий. Вот, серьезно. Но, некоторые играют, я видел, может, они хотят дождаться оверки и тогда уж с оверкой слить, только тогда вам нужно очень долго постараться набивать оверку, а потом только еще ее истратить в нужный момент, и, как бы, это все рискованно, получается, вам, ну, то есть, я бы не рекомендовал вам играть на викинге. Далее идет один из самых таких голодоловских корпусов, это, конечно же, Хантер, у него супер такая способность, он всех тупо стопит, всех прям без исключения, ну, то есть, он просто может всех застопить и вытолкнуть, но в данном случае у нас тут очень много таких, как я уже говорил, можно спрыгивать, напрыгивать, то есть, на кого-то, ну, или спрыгивать на кого-то, ну, то есть, он более-менее такой будет помогать вам, это оверка, и может и не помогать, в общем-то, говорю вам, но все равно, на нем большинство играют и нормально ловят, особенно, мне кажется, на мелких званиях на нем будет хорошо играть, ну, поэтому я вам его советую одевать. Как вы уже знаете, из давних времен, когда танки онлайн только вошли в игру, когда были голды, ну, то есть, средние такие времена, конечно же, рулил по голодоловству диктатор, он, конечно же, брал всегда большинство голдов, но в данном случае я хочу вам рассказать, как можно диктаторе брать голды, и получается, смотрите, вот, например, возьмем здесь с раскачки, вот, смотрите, просто изи, вы так вот берете, ну, то есть, ну, вам нужен, конечно же, диктатор более прокаченный, там, М3, то есть, МК-7 или МК-6, какой-нибудь такой вот примерно, потому что на МК-1, там, точно, 100% так не сможете сделать, ну, в общем-то, это сложно делать, но все же, это у кого есть, конечно же, звание, там, например, легенды, где диктатор прокачен, прям супер мощно, так, то вы, конечно же, сможете сделать так, смотри, давайте еще раз попробуем, так вот раскачиваясь, выстреливаете, и смотрите, едем, выстреливаете еще раз, едем. Смотрите, вот так вот можно брать голды с раскачки, если, конечно же, они где-нибудь рядом, и вот так вот с подъемчиком можете залетать, в общем, такой лайфхак мини можно рассказать, сказать, точнее, вам. Ну, на диктаторе можно и просто даже подъехать, и, кстати, еще одна фишка, это можно, конечно, использовать дрон-спасатель, и также у вас есть оверка, то есть, у вас есть три жизни, это ваша просто аптека, оверка, и еще спасатель, если, знаете, спасатель, просто, если у вас резко убивает, например, там, шафт, то он вас сразу не убьет, у вас сколько-то становится хп еще, ну, почитайте, узнаете, в общем-то. Три жизни, и таким образом вы можете просто встать в центр и включать три раза жизнью, ну, конечно, там с переменами, двух секунд, но все же, можно сказать, почти бессмертный, ну, на время, так сказать. Ну, решайте сами, как правильно лучше использовать все такое, ну, а мы переходим к следующему корпусу. Далее остается только мамонт и титан, ну, я бы на мамонте вам вообще не знаю, как советовал, может, если вы умеете играть, то играйте, там просто встаете, тупо включаете оверку, когда захотите, ну, не когда, в смысле, захотите, а именно нужно в какое-то время, когда там толпа, и прям вот заезжаете вы, еще когда голод не взяли, он только летит в воздухе, там, ну, в общем, ставите на метку, и если у вас, конечно, хороший мамонт, то вас не сразу не убьют, и, возможно, вы заберете голодик. На титане также можете взять, просто одеть, точнее, поставить купол и стоять, ждать, когда упадет голод, и там еще как-нибудь, не знаю. Ну, есть, конечно же, какой-нибудь такой мини-лайфхак, вам скажу, это, конечно, просто поставить, например, если голод рядом с забором, то вы можете купол поставить за забор, ну, то есть, у вас же он круглый, и достанет вас. И тем самым, если Хантер даже включит оверку, то он не сможет, ну, убрать ваш купол, ну, хотя вы сможете остаться, то есть, сразу вас не убьют, ну, вы сможете еще забрать голод, есть шанс, то есть. Ну, в принципе, ребята, это все корпуса, я все рассказал, как правильно ловить, как лучше, скажу только одно, на чем буду я ловить, и где, конечно же, попробую на всех званиях, потом даже, возможно, запишу видос, какой корпус возьмет больше голодов, если хотите такой видос, то напишите в комментариях, конечно же, я, возможно, даже его запилю. Ну, короче, я буду ловить на своем основном вот этом аккаунте, конечно, пока не знаю как, потому что мне здесь нету нары, придется купить, наверное. Ну, и, конечно, на своем среднем аккаунте Иван Васильевич, старший лейтенант, и там у меня нары просто дофигища, поэтому там буду тоже ловить, и, конечно, попробую на маленькие званиях. Ну, а так, ребят, на этом, наверное, буду заканчивать, надеюсь, вы наловите себе много голдов на этой карте. Кстати, я хочу сказать то, что зря они вот так вот делают карты, я надеюсь, на 1 апреля они так не сделают, но у меня есть такое чувство, что сделают, но я просто надеюсь, что не будет, потому что на одной карте просто даже скучно играть, вы поверьте, сами вот, скучно лучше на разнообразных картах, чем сидеть просто на тупо одной карте, которую уже, наверное, наизусть 10 раз выучил, ну, согласитесь, наверное, так лучше будет, если на всех картах повышены голды. Еще раз говорю, надеюсь, они на 1 апреля так не сделают. Но даже если сделать, то все равно не испортят праздник, потому что 1 апреля это супер голды, это самое главное, что в празднике. Так, что-то я тут уже заговорился на другую тему, ну, короче, ребят, ждите ЗЛПшки уже завтра, потому что и завтра я выпущу ЗЛПшку в ММ-картах, буду играть и записывать для вас ЗЛП фрагменты все, надеюсь, хватит вам на 10 минут примерно. Ну, короче, ждите завтра ЗЛПшку, всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика, надеюсь, вы поймаете много себе голдов, еще раз говорю, всем желаю удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok